Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Артур, ручки, ножку включи, и потом ручку. Ножку включил, и прям уходи, уходи, уходи. Ты стоишь там, получаешь по ручкам. Бессмысленный удар. Ты ногами убьёшь, я думал, что ты на ручках. Ножку добавь. И уходи всегда. От Артура Белова требовали побольше работать ногами, лоу-хиками, если быть конкретнее. Ну а в углу Алексея Малова, Николай Евграфов, так достаточно эмоционально, но в то же время без каких-то претензий к своему бойцу, провёл минутный пауз. Просто попросил он Алексея Малова работать почаще, больше комбинации использовать, а так, в принципе, как можно было сделать вывод из общения тренером с Алексеем Маловым, в его углу всем были довольны. А вот у Артура Белова, пускай и в спокойном темпе, но был такой настоящий разбор полётами, и Риман Жальев сказал в концовке уже совещания Артура Белова, что боксировать с Алексеем Маловым бесполезно. Вот тут сложно сказать, что именно имел в виду Риман Жалилов, может быть, говорил о том, что не стоит пытаться решить все вопросы именно в размене ударов руками. Лоу-хик, ещё раз скажу, Артура Белова, начиная с первого раунда, в угол просит больше выбрасывать. Сейчас такой обмен тычками в теквандистском стиле от Артура Белова Алексея Малова. Малову это надоело, и он тут же зарядил с правой руки свой коронный, размашистый правый, то ли прямой, то ли боковой. Тут совершенно невозможно понять, что выбрасывает Алексей Малов. Классный удар в печень с передней ноги от Малова, и тут же он пытается соцепить рукой. Эту комбинацию Малов частенько выбрасывал и во втором раунде, и видим мы, что Артур Белов никак её не может просчитать. Ну, такие, конечно, колени сугубо любительские в кличе выкинули бойцы. Едва ли здесь судьи оценят это баллами. Надо, конечно, поубедительнее выбрасывать удары. Тем более, что сегодня галлофинал Кубка России стали частью профессионального турнира Миналь Файт Кап. Конечно, и болельщики, и судьи ждут от бойцов. Это более жёсткой, если хотите, более профессиональной работы. Вот сейчас, не знаю, видно ли вам, а на секментарской позиции видно, что у Алексея Малова так растрепался на локотник. И такая длинная синяя нитка с настоящим шлейфом, словно мантия, болтается за Алексеем Маловым. Очень эффектно это выглядит, когда Алексей бьёт левой рукой. Вот как сейчас, например, накрывает настоящей бомбардировкой Алексей Малов своего соперника. И ещё один раз с левой руки забрасывает Малов. Очень-очень странно, что Артур Белов, пропуская все эти удары, пока держится абсолютно стойко. Как будто бы они не берут его. А я ещё раз напомню, что вес Алексея Малова 115 кг против всего-навсего 97 килограммов Артура Белова. Здесь очень солидная разница в массе. Но опыт Артур Белов намного более опытный боец, чем Алексей Малов. Опыт пока позволяет Артуру Белову создавать конкуренцию Алексея Малову. И всё, завершён этот раунд. Артур Белов так подзавёлся, явно он недоволен концовкой. Но в этом поединке уже больше добавить нечего. Мы с вами ждём судейского вердикта. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Победителем Кубка России по муай-тай в абсолютной весовой категории становятся спортсмены Симуга Алексей Малов. Алексей Малов становится победителем этого курия. Ищи на борт.